Ну что ж, эта неделя выдалась богатой на события, и обсудим в нашей итоговой еженедельной программе. Это радио «Комсомольская правда». Также по традиции мы приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Экономика, политика, шоу-бизнес, культура, тем более, что сегодня мы в канун праздника большого. Все это будем обсуждать мы в прямом эфире вместе с вами, но даже не это самое важное, а те гости, точнее гость, который пришел к нам сегодня. Ну что ж, мы начинаем. Добрый вечер, меня зовут Александр Яковлев, в этой студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин. Здравствуйте, но с почтением, с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Писатель, сатирик, любимец миллионов россиян, десятков миллионов россиян. Леон Измаилов, здравствуйте, спасибо большое, что пришли. Иван, спасибо, что позвонили. Но не только россиян, я думаю, что надо поправиться. У нас традиционный вопрос. Какой еще? Ну, во-первых, на все постсоветское пространство. Как минимум. У нас дежурный вопрос ко всем гостям. Какое событие лично вам на этой неделе показалось самым любопытным, интересным? Ну, естественно, падение метеорита на Челябинской области. Это грустно или смешно? А? Это грустно или смешно? Ну, кому-то грустно. Я думаю, никому не смешно. Кому-то грустно, кому-то интересно, но не смешно это точно. Очень много шуток про интернет распространилось. Очень много шуток, очень много баек. Да, я знаю, я читал уже некоторые шутки по этому поводу. Но много видеороликов, опять же, шуточных. А вот скажите, по поводу чего лично вы никогда не шутите? Ну, я не хочу шутить по поводу чьих-то горестей, печалей. Я не хочу шутить по поводу каких-то недостатков физических у людей. Да, честно говоря, и умственных тоже не очень хочется шутить. Вы вспомнили про умственные недостатки. Я почему-то сразу вспомнил некоторых наших чиновников. Дмитрий Медведев, как показалось некоторым, неудачно пошутил. Он сказал о том, что метеоритный дождь может стать символом Красноярского экономического форума. А вот как вам чувство юмора у наших политиков? Не хромает? Ну, Путин точно обладает хорошим чувством юмора. Я это несколько раз убеждался. Я несколько фраз его слышал, которые скажены с юмором. Очень таким... Ну, я вижу, что человек с юмором. Понимаете, что касается Медведева, не могу сказать. Я его шуток как-то не слышал. Он бывает улыбается что-то. Но если считать вот эту шуткой, что этот метеоритный дождь может быть символом форума, да? Красноярского форума. Ну, она какая-то шутка. Не смешная, по-моему. Не совсем удачная. Ну, я не знаю, удачная. Недокрученная. Может, она недокрученная шутка, да. Ну, а в целом, вот наши чиновники... Если бы он сказал, что этот дождь метеоритный будет являться символом нашего краха в экономической области в этом регионе, тогда я бы это еще понял, понимаете. Но это еще так соответствовало кому-то. Ну, тоже не шутка, а констатация факта, наверное. Наверное, для финансирования золотой дождь. А вот тут чувство юмора у наших чиновников, министров... А если бы он сказал, что это экономическая помощь нам, вот тогда было шутка, понимаете. Докрутили, докрутили. Поскольку там все-таки это же деньги. Они сейчас торгуют этими осколками. Они торгуют еще тем, чего не нашли, они уже торгуют, понимаете. В интернете очень много уже предложений по поводу... Да, миллион рублей. ...продажи, да. Хотя ни у кого нету этого, да. Ну, можно же, что хочешь продать, правильно? Конечно. А челябинцы получили грамоты за проявленное при падении метеорита мужества. Прямо сейчас с нами на связи Инна Кумейко, корреспондент КП в Челябинске. Инна, добрый вечер. Здравствуйте. А Инна, кого наградили? И в целом, как последствия вот этого метеоритного дождя, все ли восстановлено? Последствия в основном устранены. Более 80% пострадавшего жилого фонда уже пришли в нормальное состояние. То есть вставлено окна в раму, и люди начинают получать компенсации потихонечку за причиненный ущерб. Что касается социальной сферы, детские садики и школы работают абсолютно все. Осталось восстановить только учреждения спортивного отдела, скажем так, сектора. То есть это ледовый аренатрактор, ледовый дворец «Уральская молния». Там серьезные очень разрушения, на устранение которых потребуется, наверное, месяц. Ну а кого наградили? Мы сказали о том, что вручили грамоты за проявленное мужество. Да, сегодня исполнилась ровно неделя после того, как Южный Урал пережил вот такой чудовищный стресс по поводу падения метеорита в нашей области. В резиденцию губернатора пригласили 38 человек, которые вот в часы первые после падения, а также в последующие дни проявили себя только с хорошей, с мужественной точки зрения, вот с хорошей своей стороны. Это учителя, врачи, воспитатели детских садиков, нянечки и даже школьники. Допустим, самые младшие участники приема губернатора – это семиклассники Ельткульской школы. Два мальчика, очень отважных. Их класс во время того, как вот за окнами разорвался метеорит, репетировал смотр строя и песни. И пел песню на репетиции «Не страшна нам бомбежка любая». Представляете? Хорошо. Как только послышался вот этот вот чудовищный взрыв, хлопок, полетели окна в актовом зале, взрослые сразу же скомандовали им эвакуироваться, выходить из школы. Но два мальчика, вот эти вот, которые отважные герои оказались, увидели, что в помещении столовой оказалась запертая учительница, которая не могла выйти по причине того, что дверь от удара и от сотрясения школы заклинила. Тогда они выбили стекло в школу, в столовой, вывели оттуда учительницу и сами забрались внутрь помещения. Все стекла, всех окон столовой лежали на полу, и под грудой этих стекол лежал раненый повар. Наши мальчики-герои его подняли, довели до безопасного места и сами еще побежали по школе посмотреть, нет ли других раненых. И обнаружили мальчика на год младше, шестиклассника, который тоже был очень сильно напуган, сильно поранен, у него были понятия головы. Вот, и тоже они его вывели на себе и припроводили в безопасное место. Спасибо. Инна Кумейко, корреспондент комсомольской правды из Челябинска была с нами на связи. Многие заговорили о том, что это знак свыше. Вот вы как восприняли эту историю, эту ситуацию? Ну, если он упал сверху, так, конечно, свыше. Географически свыше так лучше. Но нужно сделать такие выводы там. Все ведь знаки свыше, все, что происходит в нашей жизни, это все знаки свыше. Понимаете, вот Бог о чем-то с нами разговаривает, вот таким способом он поговорил с нашей страной. А вы его намек поняли? Я нет. Тогда пойдемте дальше. К другим новостям. Леон Измайлов, напомню, у нас в гостях сегодня. Трагическое известие Соединенных Штатов Америки обсуждалось на этой неделе больше всего. 21 января в Соединенных Штатах был, вероятно, убит Максим Кузьмин. Ему было три года. Тут же российские власти обратили на это внимание, обвинили американские, что они это скрывали. Майкла Макфола, посла Соединенных Штатов Америки вызвали на ковер. Тот отказался. В общем, все это превратилось в исторической трагедии. Такой политический конфликт. Пока неизвестно. Правильно понимаешь, что какие-то выводы сделать рано? А что с матерью Максима Кузьмина? И с другим ребенком, Кириллом Кузьминым, который по-прежнему в жизни. Давайте сначала здесь разберемся. Давайте здесь. Кто-то там заявил, они встали уже, значит, это минута молчания по поводу этого мальчика. Никто, расследование не закончено. Да и только начато, наверное. Какие можно делать вообще выводы? Почему они решили, что мальчика убили? Я видел фотографию, я ничего не считаю. Мы не знаем никаких фактов, понимаете? Я слышал, что они говорят, американская страна говорит, что мальчик играл на площадке, и вдруг упал, и, значит, ему стало нехорошо, его увезли в больницу, он там умер. Почему решили, что убили-то? Ну, нет же таких сведений. Почему уже так решили? Надо дождаться сначала конца расследования, и потом делать какие-то выводы. Это просто, понимаете, все набирание, набирают люди какие-то очки политические. Вот сразу все кинулись это обсуждать, осуждать. Теперь мама требует ребенка обратно. Когда она отдавала детей, она чего, она о чем думала? А теперь она хочет обратно ребенка. Ну, опять говорят, ну, этот мальчик умер, я не знаю от чего, но давайте посчитаем, сколько у нас за, хотя бы от начала 1 января умерло детей по стране. Ну, встали бы они, почтили память этих людей, этих детей. Что же они так сразу кинулись? Насчет мамы это же отдельный разговор. Дело в том, что она собиралась в Москву, потому что здесь ее ждут телеканалы, она должна попросить, чтобы через прямой эфир, чтобы вернули второго ребенка, который тоже усыновлен в Америке. В общем-то, она ехала в Москву на поезде, и наша телегруппа «Капсомольская правда» встречали ее на московском вокзале. Но не встретили. Но не встретили. А проводники сказали, что ее сняли ночью на полпути, потому что она загуляла, да, потому что был дебош пьяный в поезде. Ну да, в общем, не на ту поставили. Не на ту поставили. Я думаю, что поговорили, договорились, а она их подвела, понимаете? Да, и теперь в странном положении вся наша Фемида, получается. Там и Астахов, который сразу говорит... Я слышал сегодня по радио, что уже мидовские работники приносили извинения за горячность наших депутатов. Я лично слышал это по радио сегодня, по эху Москвы. Поэтому вопрос открытый, и вообще непонятно пока из-за чего сыр Бор. Понимаете, прискорбно, что ребенок погиб или умер, я не знаю, но его нет во всяком случае. Вот это ужасно, все. Но кто виноват, никто не знает. Главный-то вопрос сегодня, что делать с младшим, с Кириллом? Стоит ли его возвращать в Россию, отдавать его родной матери, которая захотела? Опять, кто сегодня это может решить? Если ребенок умер сам, ну почему надо возвращать того-то, второго? Если они жили нормально в этой семье, а мальчик умер из-за того, что у него там, может быть, какие-то болезни были, так ведь почему тогда надо второго сделать? Как вы относитесь к решению суда? Вот, по-моему, это Басманный суд, который заочно арестовал американца, который обвиняется... Нет, он не арестовал. Нет, он заочно арестовал американца одного... Вы не с постановления. Да, вы с постановления, который подозревается в Америке, вознасилован из приемного ребенка из России. Дескать, потому что у нас наказание за это жестче, чем в Америке. Вот как вы относитесь к какому решению суда? Ну это вообще абсурд. Наша юриспруденция, наш суд судит человека, который является гражданином другой страны, который не здесь на нашей территории сделал преступление. Ну как это вообще, по-моему, это юридически, наверное, никак не сходится, не может быть просто. В конечном счете мы возвращаемся к закону Димы Яковлева, а точнее запрету американцам усыновлять российских детей. Как вы относитесь к этому запрету? Я плохо отношусь к этому запрету. Мне это не нравится, я считаю, что это неправильно. И абсолютно всем понятно, что благие намерения, значит, усыновлять самим, чтобы, дескать, наши граждане усыновляли детей российских, прекрасно, было бы замечательно. Но благими намерениями, как вы знаете, устана дорога в ад. Это только намерение. Ну нельзя же заставить людей это делать. И никакими ста тысячами это повернуть невозможно, потому что за сто тысяч не покупается любовь, понимаете, к человеку. А особенно к человеку, которого ты берешь и усыновляешься. Это огромное. Я помню Александр Минь, Царство ему Небесное, он духовный отец мой был. Я когда мы когда-то, я спросил его когда-то, говорю, может быть, у нас нет детей с женой, может быть, нам усыновить? Он говорит, вы должны настолько серьезно подумать об этом. Это такой ответственный шаг, понимаете, когда можно испортить жизнь и себе, и этому ребенку. Поэтому, ну хорошо бы, если бы наши усыновляли, и не надо было бы никуда уезжать. Но ведь все отлично знают, что наши-то в редких случаях усыновляют детей больных. А они там тысячи вывезли больных. То есть они им продлили жизнь, правильно? А здесь бы они умирали в этих детских домах. Но сторонники этого закона говорят о том, что это наши проблемы, мы должны сами с ней разбираться. Если вы не разобрались до сих пор, чего вы сейчас говорите, надо разбираться. Вы разберитесь сначала, вы сначала разберитесь, потом будете диктовать условия другим. Вы же не разбираетесь, вы же не разобрались. Вы 20 лет уже новая страна, и что-то не разобрались. И о бездомных детей, как после революции, как после войны. Они на это отвечают, что на Западе нельзя усыновлять ребенка иностранцам. А в России почему тут можно? Они считают, что сделаем законодательство, как в Америке, где тоже нельзя. Послушайте, но ведь это настолько все белыми нитками шеет. Ведь они же не запретили европейцам усыновлять. Значит, это чисто политический акт. Почему только американцам? Почему? Вот это уже прореха, правильно? На этой неделе появилось обращение к Путину с предложением вообще запретить иностранца. Ну, и это тоже ошибка, считаете? Ну, что ж такое? Люди хотят усыновить, хотят сделать хорошее дело, а им давайте захороним. Это хорошее дело, хорошее. Это замечательно, когда люди усыновляют детей, берут на себя заботу о детях, деньги вкладывают, будут воспитывать. Это же дело богоугодное. Зачем же мешать-то ему? Какая разница европейцам, американцам? Да никому нельзя этого запрещать. Вы можете в каждом отдельном случае. Какие-то разные варианты могут быть при этом. В зависимости, если бы эти социальные работники более компетентно подходили к делу, так не было бы даже этих случаев, понимаете? Потому что надо изучить людей, которые берут этих детей, узнать все о том и предположить, что будет. Так никто же этим не занимается. Вы же понимаете, как я к вам ехал, понимаете? Таксист 30 минут стоял у меня внизу, потому что ваши работники дали телефон кому-то там в какой-то таксистской организации, а они перепутали телефон. И полчаса стоял человек и не смогли, не дошло до них, просто позвонить и спросить, а какой же телефон-то? Это картина недели. Леон Измаилов у нас сегодня в гостях. Я не могу не обсудить и другую новость, которая активно обсуждалась на этой неделе. Несколько депутатов Государственной Думы сложили свой мандат, причем единороссы. В частности, самым скандальным оказалось лишение депутатского мандата, отказ, точнее, добровольный отказ господина Пехтина, который до этого возглавлял... Я видел, как они его все обнимали, целовали и говорили, какой он подвиг совершил. Никто не вспомнил, что у него противозаконные два дома. Пока же он не доказал, что их нету, а есть документы о том, что они есть, эти дома, правильно? Он сказал, что это... В Майами, напомню. В Майами, два дома, да, я прочитал. И пока же он не доказал, а документы о том, что они есть, уже показал этот Навальный. Откуда такая радость у депутатов? Почему они его обнимали, как вы думаете? Они его обнимали, потому что у них у всех, не у всех, но у многих есть, значит, недвижимость за границей. Вот это они же, это же их человек, и он то же самое сделал, что они. Но он, ему так не повезло, что он, оказывается, возглавлял комитет по этике. А при этом ему, конечно, невозможно уже оставаться в комитете по этике. Наверное, ему сказали сверху, дорогой, ну, ты же, не был бы ты в комитете по этике, еще можно было бы тебе оставаться. А так-то чего ж тебе? Многие говорят о том, что это очень достойный поступок, что вот добровольно, без всяких судов. Ну, молодец, ну, хорошо, что добровольно, молодец. Ну, и что он подал в отставку, я хорошо к этому отношусь. Теперь давайте остальные пускай подадут в отставку, у кого есть недвижимость. Если это противоречит закону. Ну, я не знаю, закон, по-моему, еще не ввели же, да? Пока, пока нет, пока не приняли его в первом чтении. Напомню, Владимир Пехтин на этой неделе, глава Думской комиссии по этике, отказался и сложил свои полномочия. Есть и другие депутаты, человек, который входит в сотню Форбс, миллиардер. Многие говорят о том, что в Государственной Думе началось самоочищение. Вот вы с этим согласны? Ну, закон это нет, вот будет закон, вот пойдет самоочищение. И, вернее, это не самоочищение, самоочищение, если бы они сами это решили, без закона. А теперь это по закону, это не самоочищение, это очищение сверху, получается, опять. Ну, вот такой закон предложил президент, если это будет закон, он правильный абсолютно, и непонятно, почему его до сих пор не было. Ну, напомню, речь идет о президентских инициативах запретить, во-первых, чиновникам иметь недвижимость за рубежом, а, кроме того, иметь счета. Счета, да, но можно в Сбербанке, в дочках, опять же, в Европе. В российских банках, в их дочках. Ну, правильно, пусть деньги работают на нашу страну, а не на чью-то. Я даже не озвучиваю телефон прямого эфира, 8 800 200, ровно 9702. Но у нас уже есть звонки, вы можете задать свой вопрос, можете высказаться. Федор, добрый вечер, откуда вы нам дозвонились? Я звоню в город Пенешков, в городе Заречный. Здравствуйте. Я бы хотел поддержать Измаилу по поводу усыновления детей. Вы понимаете, я согласен с Измаилом, что надо отдавать за границу детей усыновление, но не поддерживаю правительство в том, что должны местные населения усыновлять детей. Почему? Потому что для того, чтобы воспитать ребенка, нужно очень много денег. Во-первых, маленький ребенок еще не заработал ни копейки, а уже платит за проезд. Посмотришь телевизор, показывают племена, негры там какие-то, детей кормят бесплатно. А у нас в каждом разом все дороже, дороже, дороже. Как тут можно усыновить ребенка? Но зато мы правительство скачает долги любым странам, которые можно посвятить детям, детдомам и тому подобное на воспитание детей. Спасибо большое. Мы там с этим просили долги, сейчас 30 миллиардов Куби, я не знаю, сколько им простят, но еще там Анголии, еще кому-то. Да что же вы все такие богатые, что ли, что вы так долги прощаете? Или в этом есть какая-то особая причина, которую мы не знаем? И которую нам не объяснили. Возможно. Следующий звонок, давайте примем. Добрый вечер, откуда вы? Михаил с нами на связи. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Екатеринбург. Ну вот с Леном Исмайлом хотел бы не поспорить, а вот тем не менее, богоугодное дело детей отдавать в усыновление, но давайте в церковную школу тогда определять. Почему, если в Америке запрещено отдавать детей куда-то за рубеж, давайте в церковную школу определять. Там же готовы люди принимать, воспитывать по российским, так сказать, меркам и так далее, и так далее. Но не то, что по российским, а по русским. Ну и второй момент. Порт Ехтина. Ну он геройски отказался. Но ведь у нас есть пример в законодательном собрании Свердловской области. Человек отказался просто по каким-то своим въедениям. Вот поднимите этот вопрос сейчас, на скидку не могу вспомнить. Но человек, тем не менее, занялся другим вопросом. И отказался самостоятельно от депутатского мандата. Спасибо, Михаил. Я не разобрал слова. Ну вот, как я понял, давайте их отдавать в церковные школы. Но церковные школы, он просто не знает, что такое церковные школы. Церковные школы, это в основном воскресные школы, которые приводят детей на несколько часов. Они учатся там и уходят. Вот приют он имел в виду, наверное. Ну я не знаю, что он имел в виду. Какие церковные школы. Я не могу не спросить в целом про ваше отношение к Думе, которую многие считают нелегитимной. Кто-то легитимный. Кто-то вообще дурак. Все-таки большинство. Кто-то я скажу. Ну а что теперь говорить о нелегитимности? Их выбирали, выбрали, признали по закону выборы, ну в смысле законными. Ну значит все, значит легитимно. Ну что, вы же не признано же было то, что там прибавление. Были нарушения были и так далее, и так далее. Но есть закон, который существует сегодня здесь. Плохой или хороший. Но закон есть закон. Но Думу любят критиковать. Это такой объект, любимый объект для критики. Ну это естественно, любимый объект для... Ну да, ну любят. Потому что они иногда такие глупости там... Иногда? Иногда, иногда, да. Ну конечно, в принципе-то они занимаются законом творчеством. Они выходят без Думы вообще никак нельзя. Законы бывают нормальные. Но иногда бывают глупости какие-то. Говорят просто, поражаешься. Думаешь, ну взрослые люди, их выбрал народ. И что-то какое-то... И такое они иногда говорят. Ну просто поражаешься. Поэтому это... Я думаю, основная масса-то там... Ну, во всяком случае, больше половины людей разумных, толковых. У меня вот те депутаты Госдумы, которых я лично знаю... Вот у меня депутат Госдумы, Войтенко, Виктор Петрович. Три срока отсидел. Разумный, толковый человек. Генерал-полковник, начальник округа был целого сибирского пограничного. Ну что... Очень разумный, толковый человек. Глупости не будет предлагать. Понимаете? Поэтому я не могу так огульно сказать, вот они все такие, никакие. Неправда, это неправда. А вот с вашей точки зрения профессионально, есть ли... Вы вот жирик, жирик, возьмите жирика, да? Среди депутатов есть сатирики? Вот готовые сатирики. Жирик, он, Жириновский, снимался в моей передаче в три раза. Абсолютно разумный, толковый человек. У него есть, конечно, своя роль, которую он исполняет. Понимаете? Он человек с юмором. Он приходил ко мне и рассказал анекдоты. Один раз умирали со смеху, когда он... Вообще вы не представляете, что творилось. Когда он сидел, он после лыж каких-то пришел. Я говорю, скажи им всем, чтобы они меня не трогали. Ну, не трогали, да, не трогали. И он сидел тихо-тихо. И пока до тех пор, пока что-то там молчал-молчал, пока кто-то не сказал там что-то Зюганова, вспомнил. Он сразу встрепенулся, как орел. И начал орать. Зюганов! Кто такой Зюганов? Зюганов родился в 44-м году на оккупированной территории. Его папа что, через линию фронта бегал, делал Зюганова? Это не Зюганов, это Зюгенфельд. Все. Понимаешь? Ну, это только он мог придумать такое. Это ж надо додуматься до такого. Но он действительно самый высокооплачиваемый юморист в нашей стране. Понимаешь? Но он вообще-то, его же, ну, совсем не глупый человек, понимаете? А смена растет ему? Где? Среди политики. Такие, как Зюгановский, всегда будут. Такие всегда будут, понимаете? Это такая ниша, которая всегда будет заполняться. Ну что ж, к еще одному событию на этой неделе. Владимир Путин предложил вести единый учебник истории России. Стоит ли нам создавать такой один учебник? Я не знаю, я, понимаете как, я люблю историю, особенно русскую историю. Я считаю, что, ну, может быть, учебник и может быть какой-то один. Но при преподавании истории обязательно необходимо просто читать еще и другие учебники. Надо читать Ключевского, надо читать Соловьева, надо читать Костомарова, понимаете, Карамзина. Ну, это все, без этого история не полная. Не может быть такого учебника, который все в себя вобрал. Понимаете, я уже не говорю о том, что на каждый исторический момент, на каждое историческое событие есть разные взгляды. И их надо изучать. Если будет такой учебник, в котором будут рассматриваться разные взгляды, разных, разные факты, разные, значит, там, мнения по поводу этого, тогда я приветствую такой учебник. Но я не очень верю, что такой учебник могут создать, потому что человек, который будет писать этот учебник, он имеет свою индивидуальную точку зрения, он ее будет отставить и там проводить. Ну, может быть, если коллектив будет писать, и каждый, ну, это тогда будет вот такой вот учебник огромный, понимаете. Поэтому мне кажется, что преподаватель должен к этому учебнику еще прибавлять всегда то, что есть еще по этому вопросу. Очень много интересного. Понимаете, ведь все историки, они настолько разные. И вот, 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 вы знаете, я люблю историка такого, Костомарова. Вот он написал про Ивана Грозного. Вот это, может быть, даже не Иван Грозный, который был на самом деле, а это образ, который Костомаров, как прекрасный писатель, историк, исторический писатель, создал. Там оторваться невозможно. Вот когда он пишет про Ивана Грозного. История и литература, по сути. Это историческая литература. Понимаете, это очень важно, потому что, допустим, вот Александр Менин написал книгу «Сын человеческий». Оторваться нельзя, насколько здорово написано. Понимаете, я, прочтя эту книгу, понял, что, оказывается, об очень серьезных вещах можно писать совсем по-разному. Казалось бы, ну, факты, они есть факты, да? Куда ты? Нет, можно написать талантливо, а можно неталантливо написать, понимаете? Поэтому, какой это учебник будет? Я не знаю, если хороший, ну, можно приветствовать. Если будет такой заскорузлый, тогда чего что-то приветствовать. Если опять объявят Сталина менеджером, как в предыдущем учебнике. Я думаю, объявят. Вот. Я думаю, объявят. Нет, потому что Путин сказал, надо уважительно относиться ко всем страницам своей истории. Ну, еще не видели, а вы уже... Уважительно надо, это абсолютно уважительно. А я считаю, уважительно, это говорить правду. Это и есть уважительно. Когда вы говорите правду о том, кто и что, тогда это и есть уважение к истории. Это правда. А как уважительно? Неуважительно? Это что делать? Обругивать матом, что ли, крыть? Что там? Что еще? Неуважение это в чем? Это во вранье у неуважения, понимаете? Ну что ж, к еще одному событию хочется обратиться. В центре внимания на этой неделе была профессиональная премия телевизионщиков, ТЭФИ, Всероссийская государственная телерадиокомпания вышла из состава учредителей. По сути, премия развалилась, это сделал следом Первый канал. Как сделал Первый канал? Нет, он отказался от участия в фонусе. Это я знаю, но не сделал это Первый канал. Понимаете, до этого уже выбыли из премии ТЭФИ Российский канал и НТВ. Я об этом говорю, ВГТРК, Всероссийская государственная телерадиокомпания. ВГТРК было и НТВ. До этого года уже они выбили. А что сейчас? И Первый канал, естественно, с кем он соревновался? Вам жалко ТЭФИ? Вам жалко ТЭФИ? Мне жалко ТЭФИ, конечно. Но я считаю, что не нашлось человека, ни Познер, к сожалению, не смог быть таким дипломатом, чтобы всех как-то так консолидировать. Ни Швыдкой, который вот пришел и уже развалилась окончательно. Но понимаете, в чем соль вообще этого дела? Надо было или им собраться, или кто-то должен был быть такой семипядий во лбу, который всех их компромисс нашел между всеми. Потому что я понимаю, если все голосуют за Первый канал, тогда это не жизнь для остальных. Значит, надо было вести какой-то закон, что вот от каждого канала в Академии должно быть такое-то представительство, чтобы было, понимаете, что вот этот никогда не имеет... Не был бы на поле никакой. Нет у него, значит, этого блокирующего пакета акций, понимаете? И тогда бы это была нормальная жизнь. Ну, первый голосуй за это. А там объединились НТВ с Россией, и не получилось, да? Ну вот так вот надо было их распределить, чтобы никогда не было абсолютного преимущества кого-то одного. Вот аксакал телевизионный. Вот должен был такой человек быть, им не оказался ни Шведкой, ни Познер. Кто, не знаю. Сегодня стало известно о том, что президент Академии телевидения Михаил Шведков заявил, что останется на своем посту до весны, при этом премию ТЭФи пока отменять не будут. Напомню, за сутки до этого тот же Шведкой заявил о том, что не считает, точнее считает нецелесообразным проводить национальный телевизионный комплекс ТЭФи. Нет, но премия ТЭФи не будет, значит... Полнация. А кому будут давать премия ТЭФи? Оставшимся каналам. Каким оставшимся каналам? Да сколько осталось их. РНТВ. Ну это же, ну как-то это, я не знаю, но это же не серьезно, без первого, второго и НТВ каналов раздавать. Как говорил Платонов, без меня считаю народ неполным, понимаете? Потому что прикажут вернуться. Все равно же решается администрация президента сейчас. Ну не знаю, как прикажут. Если бы могли приказать, так не дали бы выходить, наверное. Многие говорят о том, что нужна новая премия. А вот нужно все-таки договориться... Да не новая премия надо, надо договориться по этой премии. Не надо нового. Вот ТЭФи есть и хорошо, она уже привыкли, она есть. Но надо договориться на берегу, сидя, об условиях, когда не будут усилены права любых, даже самых малых каналов. А что мешает телевизионщикам договориться? Амбиции, я думаю, амбиции. Вы видите, человек, есть ли человек в нашей стране, который может вот все-таки всех посадить за круглый стол? Да, я знаю, Путин может посадить за круглый стол. Ну, может, он не разговаривает, он просто скажет, что будет, и то есть все. Ребята, давайте решите так, чтобы все было по справедливости. Вот он мне с ним сядет. Какой справедливости я вам сейчас расскажу. А в чем справедливость? Я вам сейчас расскажу. Вы, вот мы вас видим с телеэкрана, а вы сами телевизор смотрите? Ну, конечно, смотрю. Я новости смотрю всегда. Какие? Потому что многие называют новости сегодняшние. Я разные новости. Я новости разные смотрю. Я смотрю и «Время», и «Вести», и на НТВ. А сатирические программы смотрите? Сатирические программы смотрите? Редко, редко. Нравится? Бывает, что и это смотрю. Ну, просто чисто профессионально. Потому что, понимаете, большинство вещей, которые там покажут, я то ли уже знаю, то ли я видел на съемке сам. Понимаете? Но ведь артисты переходят, они у меня снимаются в «Измазовский парк» с тем же номером, в другом программе снимаются. На «Юрмале» я уже все посмотрел, а сейчас это будет еще где-то. Вот это я уже... Вообще, как вам уровень сатиры, юмора на нашем телевидении? Юмор, сатиры, уровень сатиры, юмора соответствует уровню страны. Он абсолютно адекватен уровню страны. Поэтому, когда начинают ругать юмор, я хочу спросить, что вы не ругаете авиастроение или автопром наш, который находится точно в таком же состоянии? Все в соответствии, понимаете? Ничего, все адекватно. Ну, а крики о том, что телевидение одурманивает народ, сплошная чернуха и... Ну, к юмору это не относится же, правильно? Ну, а в целом к теме... Ну, принижает, отсутствие юмора принижает уровень. А? Отсутствие юмора принижает уровень вообще. Отсутствие? Отсутствие, конечно. Ну, я думаю, что тут отсутствия нет. Тут присутствует очень много юмора. По-моему, юмора столько, сколько и сейчас на телевидении. Не было никогда, ни в какие годы. Это хорошо или плохо? Не в 70-е, не в 80-е. Ну, это рынок. Если их очень много, они отмирают, поскольку рейтинг у них падает. Когда их становится мало, они начинают снова в цене подниматься. Понимаете, когда в 90-е годы было всего три передачи на телевидение юмористическое. А в 80-е годы вообще одна передача была. Вопросы, это смеха. Да. Ну, и еще в 80-е годы была, я считаю, самая телевизионная передача. Это была передача «Веселые ребята». Вот это самая телевизионная передача. Кабачок-то на 12-е. А? Кабачок-то на 12-е. Он был до 80-х. До 70-х это было, да. Он в 70-х был, Кабачок. Через несколько секунд в этой студии появится Арина Горшкова. У меня последний вопрос, не могу не спросить. Ну, в интернете об этом многие пишут. Государство специально дурит народ бесконечными развлечениями на телевидении, чтобы народ о серьезных вещах не задумывался. Вот как вы к этому относитесь? Вы знаете, кто хочет задуматься о серьезных вещах, его не одурманишь. Кто не очень хочет, тому оно как раз подходит. Понимаете? Ну что ж, мы в преддверии праздника 23 февраля. Поздравляю с наступающим. Арина Горшкова, моя коллега, побеседовала с военным обозревателем комсомольской правды, полковником в отставке Виктором Баранцом. Давайте фрагмент, да не фрагмент, полностью их беседовать. Вот то, что у них там происходило, я сейчас не знаю. Сейчас увижу и услышу вместе с вами. Прямо сейчас. Здравствуйте, дорогие телезрители. С вами Арина Горшкова. Каждый день я знакомлю вас с закадровой жизнью издательского дома «Комсомольской правды». И в преддверии праздника не могла не обратиться к самому замечательному мужчину. Мужчину с большой буквы «М» Виктору Николаевичу Баранцу, нашему военному обозревателю. Этот мужчина точно знает, каким он должен быть. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Вот вы у нас такой все-таки мужчина. Я знаю, что когда вы идете по коридорам, все женщины невольно оборачиваются. Потому что вот прямо у вас есть такой стержень. Ну, раньше вообще все штабелями падали. Я сейчас уже менее эффективен. Но тем не менее, спасибо за комплимент. Дорогие друзья. Когда-то друг моей курсантской юности Владимир Гавриленко написал строки об армии, где он уже более 40 лет. Он сказал так. «Лишь здесь почувствовать мужчиной безусым мальчиком дают». Это правда. Вот если вы меня сейчас спросите, а что тебе дала армия? Вы знаете, мне не хватит и полутора часов, чтобы вам сказать, что она дала. Она дала силу воли. Она дала выдержку. Она дала дисциплину. Она дала уважение к порядку. Она дала привычку ухаживать за собой. Она дала привычку стоять за товарища горой. А самое главное, она дала понимание, что у тебя есть Родина, и ты ее должен защищать. И всем, кто сегодня в строю стоит, кто завтра встанет в армейский строй, я хочу пожелать прежде всего вот этого, понимание той великой ответственности за наше Отечество, которое государство возлагает на людей в погонах. Я счастлив, что я был военным и остаюсь им, хотя уже и снял погоны. С праздником вас, дорогие товарищи! Это был Виктор Баранец. К нам присоединился Арина Горшкова. Вольно. Вольно, да. Я знаю, что вы тоже планируете отметить 23 февраля, порадовать ваших поклонников. Я хочу, во-первых, сказать такую фразу, что никогда наша Родина была такой беззащитной, как 24 февраля. Да. Это раз. Во-вторых, хочу пригласить 24 февраля, я подготовился, в Меридиане. Мы будем снимать передачу «Измайловский парк». Я ведущий, Винокур, Дроботенко, Степаненко и еще 15 юмористов лучших. Вот. Дрим Тим. А? Дрим Тим, команда мечты. Да, да, команда мечты. Это в Меридиане, 24 числа. И 24 уже числа в театре эстрады будет идти моя и моего соавтора Цапика пьеса, называется «Звездные парни. Обхохочешься». 24 февраля «Меридиан» и театр эстрады. На выбор. Вот так вы будете встречать 24 февраля. А как будем встречать 23 февраля? Арина Горшкова, тебе слово, Арина. Спасибо большое. В преддверии праздника 23 февраля, Дня защитника Отечества, я не могла не прийти, чтобы не поздравить вас, дорогие мужчины, с наступающим, ну и, конечно же, наших дорогих телезрителей. Но меня, как женщину, конечно, больше всего волнует форма наших военных. Я долго думала, что же мне сегодня, как одеться в честь праздника. Сначала хотела одеть на себя шотландский килд, но подумала, что у меня вызывает ассоциацию со школьной юбкой. И вот решила принести к вам сегодня несколько фрагментов разных форм, фотографий, чтобы вы могли обсудить. Конечно, конечно. Что мы должны с этим сделать? Вы посмотрите, как одеваются военные в разных абсолютно странах. И что нам больше нравится? Что вам больше нравится? Саш, вот тебе какая красота. Может, я сразу скажу, что мне больше нравится? Мне больше всего нравится, как вы одеты. Арина, ну она не просто одет, она умеет маршировать. То есть мы можем это увидеть. Ведь эта форма... А давайте больше ничем не будем заниматься. Да-да-да, давайте посмотрим. Смотреть, как она будет марширована. Леон Измаев, Арина Горшкова, Владимир Варсобин здесь. Это, ну это действительно, вот мы это слышим и видим. Ну что выбираете просто? Я уже выбрал. Арина Горшкова. Лучше этого ничего нет. Я очень понравилась с моими коллегами, особенно формы Ирана. Я покажу нашим телезрителям. А нет, серьезно? Я-то думаю, что это шутка, да? Серьезно, вот такой вот, моя коллега назвала это капитан Мох. Мне очень понравилось. Посмотрите, какие иранцы. Ух ты, это что такое? Это форма Ирана. Это камуфляж. Камуфляж, конечно. Я думаю, что по цветовой гамме мы немножко с ними подходим. Может быть, поэтому мне больше всего понравилось. Я ловлю снежного человека, наверное. Наверное, на охоту. Конечно, Юдашкин был мягок с нашей армии. Юдашкин, кажется, просто вот сама форма говорит за имя. Это Ватикан, это охрана Папы Римского. Тут есть подсказка. Больше подсказки. Вот это, наверное, греки. Это греки. На каждой фотографии оставила подсказки. А, Греция. Вот эти, да-да. У них такие штучки. Вот это Греция. А вы... Вот это то, что вам понравилось. Это Индия и Пакистан. Не могу сказать, что мне понравилось. Просто интересно. Вот где Индия, где Пакистан, непонятно. Вот скажите, пожалуйста, вы бы какую себе форму выбрали, чтобы защищать? В чем бы пошли? Я бы вообще-то защищать вообще не пошел. У меня уже возраста уже не годится. Я не знаю. Ну вот я бы себе взял бы вот такую форму. Вот просто для... Ну вот такую хотя бы. Это чья форма, скажите? На дачу пригодится. Вот на дачу годится такая штука. Вы абсолютно точно выбрали российскую форму. Вот из всего выбора вы выбрали российскую. Ну я патриот. Сердцем подчерстал. Друзья, совет от Леона Измайлов. Мне хочется проверить все-таки, дорогие мужчины. Нам, женщинам, так тяжко приходится. Все-таки смотрите, вы все у нас такие красивые, умные. Так нам хорошо все рассказываете о любви и так далее. Но кто из вас настоящий мужчина? Я придумала для вас маленькое испытание. Проверить, насколько вы все-таки разбираетесь в оружии. Ведь мужчина же должен в этом разбираться. Поэтому я сейчас обращусь за реквизитом к нашему дорогому императору. Я напомню, у нас настаёт совсем немного времени. Что мы должны сказать? Где настоящее, где не настоящее? Да, определить, где у нас настоящее оружие, а где не настоящее. Я не знаю, поэтому сразу вам передаю. Вот это. Что это? А это я должен? Да. Я думаю, что вот это. Мне кажется, что это вот это настоящее оружие. Если это действительно настоящее, то тогда это. Нет, нет. Мужчины всегда любят игрушки, пистолетики. Это настоящие. Ты меня обманывал. Кто выбирает? Как вы определили? Я считаю, что это настоящая. Вот это огнестрел, а это газовая. А что, мы будем... Доверимся в арсобе. Мы будем по результатам, да? Вот это настоящее газовое оружие. Настоящее газовое. Но, в принципе, я думаю, что... Где огнестрел, чтобы мы... Ответил правильно. То, что было у него в руках. Он тоже был прав. Вот это газовое. Это тоже настоящее оружие. Настоящее газовое. Да, настоящее газовое. Это настоящее огнестрел. Я очень рада, что наши мужчины разбираются с оружием. Мне не страшно доверить им и свою судьбу, и судьбу всех наших женщин. И хочется от себя лично, и, наверное, от всей редакции Комсомольской правды поздравить вас, дорогие мужчины, с вашим праздником. Пожелать вам счастья, здоровья. Оставайтесь мужчинами с большой буквы в любой ситуации. И помните, что мы, женщины, от вас так зависим. И хотим всегда оставаться в ваших руках хрупкими и маленькими. Будьте счастливы, дорогие мужчины. А вы, женщины, помните, что как 23 февраля встретишь, так 8 марта и проведешь. Я вас оставлю, побегу готовиться к эфиру. Спасибо вам, что вы у нас есть, дорогие мужчины. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Ну что ж, у нас остается совсем немного времени. Что мужчина должен делать в экстремальных ситуациях? Ролики с метеоритом порвали буквально рунет. И там есть некоторые ролики, в которых мужчины довольно спокойно, молча смотрят на то, что происходит. Вот в завершении, что вы посоветуете делать в экстремальных ситуациях? Я посоветую в экстремальных ситуациях 24 числа пойти в «Меридиан», посмотреть программу «Измайловский парк». Вы очень настойчивы. Или пойти в театр эстрады и познать пьесу «Звездные парни» авторов «Измайлова» и «Цапика». Обхохочешься. Забыть добавить. Ну что ж, спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости. Писатель, сатирик, юморист, любимец десятков миллионов россиян, и не только. Леон Измаев был гостем нашей программы сегодня. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды». Все эти темы, которые мы обсуждали в прямом эфире. «Метеорит», «Трагическая судьба» Максима Кузьмина, депутат Пехтин, «Единый учебник истории». Все это вы можете найти на нашем сайте kp.ru, ну и, конечно же, в свежих номерах газеты «Комсомольская правда». На этом все. Так же эту беседу вы можете, вот ту беседу, которую вы здесь услышали, вы также можете прочитать на нашем сайте kp.ru. С наступающим праздником, будьте аккуратны, берегите себя, что еще можно добавить. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok